Всем привет! Сегодня такая довольно серьезная тема. Не мог я обойти стороной, к сожалению, становится довольно актуальным в наше время, в данный момент. Свести очень много роликов на подобного рода наборы, рюкзаки, чемоданы. С очень многими я не согласен, очень многие набирают какое-то лишнее барахло, очень важные вещи забывают упомянуть, поэтому надеюсь это видео будет полезно кому-то и никогда не пригодится в жизни. Вот это вот то, чего, как говорится, я вам желаю. Но лучше перебить немножко, поэтому сегодня хочу показать вообще, как я вижу, как нужно подходить к таким вещам, как тревожный чемодан. Но это именно рецепт, поэтому это будет рюкзак, потому что это максимально удобное в данном плане средство переноски вещей, потому что у нас мобильность. Говорю сразу, диванные там выживальщики, которые уйдут в тайгу и будут там жить в избе, можете сразу выключить это видео, это вообще не про это. Потому что, как я уже сказал, видео это сподвигло записать меня то, что большинство людей, когда начинает снимать, ну из сопутствующих тем, да, начинает снимать и выкладывать видосы, собирает вот в таких вот рюкзаках эти все наборы, одевается вот такой там, ну неважно, любой модный камуфляж. Народ, ну когда наступает какая-то жопа, особенно конфликт, надеваю камуфляж вот такой и какие-то модные рюкзаки с кучей молекреплений, особенно камуфляжного цвета. Думаете, что выглядит круто, на самом деле вы становитесь просто мишенью номер один, во-первых, для противоборчиво всех сторон, во-вторых, для мародеров, потому что, поверьте, ни одному вам понравится там какой-то крутой камуфляж, крутые там какие-то рюкзаки дорогущие, одежда, все эти мультитулы, ножи выживания огромные. Сегодня речь пойдет про гражданского человека, который попал в какую-то жопу, оказался, да, ему нужно максимально быстро эвакуироваться, потому что выживание, это, конечно, все хорошо, на дикой природе, да, но давайте смотреть по радио глаза, в большинстве случаев это все романтика, а как показывает практика, людям нужно максимально быстро эвакуироваться в какие-то безопасные места, поэтому чтобы не стать, как я уже говорил, целью номер один для многих людей, потому что упырей везде хватает, вот вы носите кучу камуфляжа у вас могут просто перепутать, когда вы носите тактические рюкзаки какого-то камуфлированного, либо там хаки цвета, вас тоже могут перепутать, если даже не перепутают, очень интересный объект для всякого рода сброда, поэтому первое, что хотел бы сказать перед тем, как распаковывать рюкзак и показать, что, по моему мнению, в него нужно класть, я бы хотел сказать, что нужно одеваться максимально неприметно. Если у вас есть какие-то туристические штаны, не там, не камуфляжные, ну удобные максимально, прочные, берите их, если у вас есть джинсы какие-то, максимально прочные, берите их, одевайтесь максимально неприметно, то есть какой-то пуховик, абсолютно нейтральный цветок, не надо тоже быть максимально ярким, да, просто будьте, ну, таким вот, обычной такой незрачной серой мышью, это, мне кажется, самое лучшее, что может быть в этой ситуации, чтобы вы как бы нигде не мелькали, не примелькались, на вас никто взгляд особо не цеплялся, если это, конечно, не какое-то бедствие природное, тогда сюда еще положите жилетку светоотражающую, автомобиль, ну, как в автомобиле обычно кладут, чтобы были заметны, если в случае вам нужна помощь какая-то, чтобы спасатели сверху вас увидели. Начнем, в общем-то, с чего? Что самое главное должно быть у вас с собой? Хранить документы в сумке нельзя, потому что ее можно потерять, ее могут отобрать, она может у вас где-то потеряться, поэтому документы, самый главный документ и запас денег, наличных, у вас должен быть с собой где-то на теле, то есть это либо где-то какие-то внутренние карманы, куртки, куртку, кстати, тоже можно потерять, то есть у даже где-то на теле там может быть какая-то малая поясная сумка, есть специальные туристические сумки, которые крепятся, ну, под одежду, то есть, ну, в данном случае такая сумка, в которой помещается паспорт, какое-то количество налички и вешается она на шею, то есть вы спрятали ее под одежду, ее не видно. При этом наличку нужно, сразу говорю, разделять на несколько частей, то есть вот здесь какая-то наличка, в кармане брюк какая-то наличка, в рюкзаке какая-то наличка, при этом она должна быть мелкая, потому что сдачи вам никто давать не будет, то есть наличка нужна, на карты можете сразу не рассчитывать, потому что, ну, вряд ли они будут работать, как показывает практика, что вырубается сразу все и блокируется, поэтому документы всегда с собой, копия документов в портфеле с остальными документами, то есть папка в портфеле есть, ну, чуть позже я покажу, да, то есть в портфеле большие документы там, которые формата А4, там всякие свидетельства, рождение, документы на квартиру могут быть, ну, неважно, любые важные документы храните в герметичной папке, например, в портфеле, а всякие удостоверяющие личности храните в какой-то маленькой сумке на себе, чтобы при утрате вот этого портфеля, это, конечно, хреново будет, да, но у вас будет хотя бы документ, подтверждающий вашу личность ли какой-то запас налички, здесь запас налички должен быть, короче, вы должны распихать это так, чтобы если вдруг у вас что-то из вещей там пропадет, отберут или потеряете, вы оставились с каким-то запасом денег и с какими-то документами, поэтому документы на флешке должны быть копии, документы оригиналы с собой всегда и документы скан копии где-то в папке водонепроницаемой, например, в рюкзаке, это что касается самого главного, а теперь давайте по самому рюкзаку, скажу сразу, я специально показываю максимально невзрачный рюкзак, дорогого снаряжения здесь не будет, вот, то здесь максимально доступно для любого человека абсолютно, который даже не разбирается в этой теме, может найти у себя это дома или в кладовке, ну, либо на кранях спустившись в ближайший хозмак и купив это там, ну, теперь давайте посмотрим, что внутри рюкзака, скажу сразу, здесь просто самое необходимое на там два-три четыре дня, потому что запасы, как бы, в такой объем особо не затолкаешь, поэтому здесь только самое необходимое, что может вам действительно пригодиться именно в какой-то хреновой ситуации, когда вам нужно куда-то эвакуироваться, вот, ну, давайте покажу, что как бы в этом рюкзаке, такая старая нержавеющая металлическая кружка, из нее можно пить, в ней можно кипятить воду, тут вот еще такая кружечка, ну, на всякий случай две, газовый баллон, чтобы кипятить воду, этого может у вас не быть, поэтому еда у меня не требующая, в общем-то, кипячения и разогрева, к этому чуть позже, то есть два стакана и так какая-то дешевая китайская горелка, там пару баксов стоила, ну, если у вас есть другая, просто положите другую, если нет, ну, нет, так нет ну и обычная ложка, просто столовая ложка, то есть, самое главное, чтобы вам было, из чего есть и чем есть, здесь можно скипятить, если что так же, если у вас кипятить, нож должен быть какой-то, необязательный мультитул, то есть, если у вас есть какой-то мультитул, берите theoretically, берите обычный, не берите себе огромные тесаки, огромный, тактикульные складни берите максимально гражданские вещи то есть какой-нибудь маленький викторинекс либо просто если у вас ничего нет возьмите кухонный маленький нож оберните там из картона сделайте для него нужно какие-то обмотайте скотчем и уберите чтобы он тоже никого не напрягался это что касается кухни посуды по поводу еды и запасов воды то есть запасов воды но тоже к сожалению с вы много унесить сможете тут две литрушки специально разделил на две чтобы можно было воду разделять у вас там часть чистая осталась может быть часть какой-то не очень который требует кипячения поэтому лучше иметь несколько емкостей для воды не одну большую ну два литра если у вас влезет больше вы можете унести больше можете взять по поводу еды так как когда наступает жопа готовить вам времени нет поэтому я даже и сублиматы сюда не брал то есть из еды у меня вот такие вам нужно максимально пополнять калории понятно что у вас там уже не до кулинарных всяких изыскать вам нужно просто чем-то набить живот и чем-то пополнить энергию несколько таких батончиков они очень калорийные несколько шоколадов тоже с орехами тонну с новой очень калорийный шоколад берите то есть самые калорийные вам нужно просто пополнять энергию какие-то напитки горячую воду конечно тоже можно пить но приятнее все таки чтобы это было там чай или кофе какой-то и можно пару там скажи все это в пакете его потом можно использовать для чего-то другого так здесь все дальше следующее что вам понадобится это влажные салфетки я специально положил сюда вот такой большой большую упаковку потому что влажные салфетки можно использовать для многих целей в том числе и как средство чтобы помыться потому что не неизвестно когда вы там доберете до душу поэтому чтобы держать себя в чистоте особенно там всякие ноги нужно вытирать каждый день чтобы не заработать никакой ерунды если у вас мокрые ноги в общем быстро заработайте всякий грибок и это будет очень печально поэтому салфеток нужно ну большой довольно запас потому что опять же воды может быть мало и мыть руки обычной водой тоже расточительные довольно салфетки должна быть по моему мнению довольно-таки большая упаковка дальше что у меня идет мыльные всякие принадлежности в таком органайзере тут уже смотрите сами покажу что всякие ватные палочки влажные салфетки содержатся дальше бритва лезвия пластырь салфетки платки носовые вот это очень важная вещь беруши потому что может оказаться что к слух вам нужно будет беречь опять же если вы будете не один в помещении например спать это помогает все таки хоть как-то выспаться если у вас будет много да где-то поэтому беруши тоже нужны следующее чем я там лежит обязательная штука это зеркало потому что без зеркала тоже вы даже там не сможете во первых ну там если вам побриться нужно если что-то в глаз попало ну просто себя порядок привести то и зеркало это необходимая штука обязательно какой-то крем жирный натереть мозоли или просто что-то натереть обветрить это легче легкого крема обязательная штука мыло обязательная штука им стирать руки мыть гены это очень важно таких ситуаций зубная щетка зубная паста куча всяких гели для душа шампунь и потому что тоже может пригодиться но здесь уже у меня опциональные линзы для вас вот это что касается принадлежности мыльно-рыльных скажем так то есть видите место особо много не занимает поэтому здесь все очень нужное еще надо добавить какой-нибудь маленькой полотенце что дальше такая штука казалось бы многие в чет про нее вообще не говорят но если вы куда-то приехали вам в любом случае понадобятся такие тапочки самые простые там на любом рынке продаются в любом магазине там за какие-то копейки максимально компактно берите там уж тапочки чтобы высушить ботинки чтобы ноги вас отдыхали тапочки тоже обязательно с собой иметь тут как я говорю папку с документами с важными тут может быть все что вам угодно важно чтобы она закрывалась и не промокала папку с документами бумажную карту можете положить папку с документами из ксерокопиями можете отдельно файлик сделать ксерокопиями отдельно папку с документами дальше то есть можно так что по мере необходимости повторю здесь все максимально просто поэтому не стал использовать не какие-то мембранные гермомешки ничего навороченного не стал использовать максимально то что можно найти на любую кухню любой кладовке то есть пакет какой-то из магазин чтобы не промокла то есть если вы можете попасть там подошь куда-то вот должно быть все оставаться сухим здесь запасная одежда то есть то есть у нас должна быть одежда по сезону и немножко с запасом чтобы ночью вы не мерзли поэтому то есть вы на себя одели крепкие штаны крепкие ботинки куртку флиску какую-то и здесь вот запасные вещи которые могут понадобиться то есть здесь лежит обязательно запасной запасная флиска чтобы ну если там прям промокла либо просто еще подадите что-то еще один дополнительный такой слой флисовый теплые носки и несколько пар обычных носков там три пары несколько пар трусов то это очень важно две футболки и опять же когда вы куда-то приехали уже и вам нужно устроить какой-то быт но расположиться вы не будете постоянно гонитом возможно вещи будут испачканы и возможно нибудь грязные возможно не будут мокрые поэтому вот такие легкие спортивные штаны тапочки спортивные штаны переоделись в сухую одежду эту повесили сушиться все это в пакете я его отложу запасная одежда тоже нужно дальше что у нас вот такой набор свечей здесь четыре свечки таких таблетки специально беру с таким стаканом потому что ну это во первых ветрозащита во вторых поле пожаробезопасно не будет не будет задавать пламя и случайно что-то об него вы не подожжете в ограниченном пространстве но свечки очень полезно штука аккумулятора могут сесть или подвести неподходящий момент туалетная бумага обязательно сюда еще соль соль обязательно возьмите потому что без солью можно сажать все что угодно общем так это тоже вот уже для быта какого-то многие честно не видел вообще же кто-то клал но это мне кажется полезная очень штука вы можете куда-то приехать где будет розетка но и будет не хватать на всех либо даже вам может не хватить если у вас несколько зарядных устройств поэтому тройник брать с собой мне кажется обязательная штука если вы планируете заряжать какие-то девайсы давайте здесь мы начнем в быстром доступе обязательно аптечка обзор на эту аптечку у меня есть ссылочка сейчас всплывет здесь должно быть максимально много ваших лекарств которые вам необходимы также должно быть в достатке всяких бинтов жгутов кровоостанавливающих средств то есть эта аптечка первой помощи она должна быть скомплектована и быть в быстром доступе потому что когда она понадобится она должна быть максимально быстро применена поэтому лежит она сразу же здесь чтобы не искать дальше здесь лежат такие перчатки обычные рабочие прорезинные тоже там не очень дорогие рублей там 90 потому что возможно потребуется что-то работать что-то передвигать что-то там разгребать чтобы руки остались целые лучше использовать перчатки далее такие очки тоже самый дешевый строительного магазина там рублей 70 80 стоили чтобы защитить ваши глаза от всякого пыли ссора мелких частиц потому что если вы рядом с вами что-то рушится что-то бабахает в глаза можно что-то попасть и это будет ну серьезные последствия довольно таки иметь поэтому лучше одеть какие-то очки чтобы защитить глаза дальше идет вот такие два фильтра респираторы тоже ну это мы понимаете зачем это нужно есть опять же целая куча там частиц в воздухе летает чтобы этим всем не дышать продукты горения какие-то неприятные организмы частицы поэтому респиратор тоже лучше иметь чтобы быстро им воспользоваться дальше что тут лежит обязательно запасные шнурки к ботинкам это обязательно потому что если вы оставите себе шнурков это будет очень печально тут метров тридцать веревки очень прочные тоже полезная штука может пригодиться чтобы оставаться на связи если у вас есть рацию берите обязательно в ней причем неважно дешевая дорогая в дешевых обычно еще кидать автомат радио радио тоже очень полезно для получения какой-то информации сама рация ну тоже не нужно говорить зачем она нужна я думаю все догадываются да либо там со своими близкими связываются у них должен быть такой же до набор либо просто служите фирм возможно что-то полезное для себя не услышите то есть рация если есть положить дальше вот такой пакет опять же чтобы ничего не промокло зарядка так у вас есть телефон с собой смартфон но он имеет свойство ломаться садится быстрее чем обычный поэтому запасной телефон кнопочный обычный который дофига держит батарейку от максимально долго заряженный sim карты оплачены должен тоже быть к нему наушники потому что нужно слушать радио такие телефоны часто поддерживают радио чтобы во-первых он никак антенна выступает и чтобы никому не мешать либо не нарушать тишину у вас даже наушники и запасной телефон потому что смартфон можно разбить может сесть этот проработает долго тем более сетях 2g он вообще хорошо себя чувствует обязательно блокнот в котором вы записываете все контакты то есть на тот телефон сохранили контакты на вас на смартфоне есть контакт и вот вот еще запишите тоже контакты самые важные выше близких либо с кем нужно связаться чтобы у вас при потере там двух устройств поломки этих устройств вы знали номера либо с кем вы хотите связаться маркер обязательно чтобы что-то написать и ручка дальше я ношу часы на руке но если вы не носите часы но либо просто про запас вот я еще кладу в старые такие часы потому что эти можно тоже разбить потерять там их и штука тоже будет очень полезно потому что повторюсь телефоны могут сесть часы работают ну там от батарейки лет десять без проблем спички обязательно зажигалка обязательно на всякий случай компас можно любой там просто какой попался первый такой я положил обязательно круто крутой так для зарядки провода для зарядки телефона для зарядки паэрбанка то есть если у вас нет возможности зарядить его на сети заряжайте паэрбанк паэрбанк должен быть довольно-таки емкий то есть чем больше тем лучше понятно что особо много с собой не утащишь но там двадцать тысяч тридцать тысяч думаю вполне достаточно несколько дней заряжать смартфона если заряжать им кнопочный телефон так это вообще очень надолго хватит то есть паэрбанк несколько проводов зарядки зарядное устройство тройник потому что это очень полезная штука будет так здесь все перейдем к карманам в кармане ну тоже опционально но считаю лучше иметь чем не иметь как мы сейчас говорим про гражданского человека может пригодиться в кармашке мне в быстром доступе здесь лежат самый простой фонарик налобный то есть самый удобный налобный фонарик то есть дешевый китайский фонарик у меня там ближний дальний свет повторюсь в таких ситуациях вам светить далеко какой-то мега крутой тактический фонарь не нужен достаточно каких-то обычных ну не знаю если у вас есть ручной возьмите ручной если есть налобный возьмите налобный налобный предпочтительный потому что у вас руки останутся свободны повторюсь вам не нужно светить далеко и очень ярко вам нужно сидеть себе под ноги и либо себя как-то обозначить да каким-то маяком все поэтому чем компактнее чем проще тем лучше и самое главное чтобы он поддерживал обычные батарейки потому что аккумуляторы возможно не получится зарядить там парбанк можете высадить либо у вас вообще можно не быть нет парбанк поэтому рекомендую использовать фонари которые питаются обычными элементами либо имеет там аккумулятор который можно вытащить и вставить обычные батарейки то что обычные батарейки найти намного проще чем зарядить аккумулятор иногда еще одна запасная зажигалка если есть ручной фонарь можете взять еще ручной фонарь как по мне предпочтительный все-таки налобный так в этом кармане все в этом кармане специально отвел карман под быстрый доступ к перекусу так называемую тоже максимально калорийная еда чтобы не снимать с себя рюкзак то есть вы лямку одну скинули и достали из портфеля например орехи можете там любую там шоколадки положить в этом кармане лежат шоколадки и довольно таки много леденцов то есть они тоже ну чтоб перебить аппетит леденцы ну либо кому-то дать там не знаю ребенку успокоить леденцы тоже быстром доступе лежат а это перекус чтобы на ходу можно было есть и пополнять запас энергии так вот портфель пустой повторюсь максимально простой портфель максимально неприметный без всяких там тактикульных моли строк моли креплений чтобы вы не были заметны мы не бросались никому в глаза на этом будем заканчивать надеюсь что это никому никогда в жизни не пригодится всем здоровья берегите себя пока пока